Сим-карты, которые и так не отличаются большими размерами, станут еще меньше. Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций утвердил новую, так называемую, наносимку. Она будет на 40% меньше, чем современные карты формата микросим. Это позволит делать мобильники еще тоньше или высвободить место, например, под более емкий аккумулятор. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Перлы, рожденные в мухах творчества на единых государственных экзаменах. Каждый год школьники и абитуриенты со всей страны пополняют бесценный национальный запас удивительнейших цитат. И даже той малой части, что попадает в интернет, достаточно, чтобы открыть для себя историю или литературу заново. Да, именно эти два школьных предмета больше всего обогатили золотой фонд. И вот свежая порция перлов с ЕГЭ по истории уже появилась в сети. Напомню, сдавали экзамен 28 мая, а уже на следующий день цитаты школьников красовались в живом журнале на странице langobart.lifejournal.com. Блогер, который уже не первый год проверяет экзаменационные листы, пишет, что урожай перлов образца 2012-го выдался лучшим за последние 2-3 года. Собственно, перейдем к самим цитатам. Мы-то с вами не знали, а оказывается, Иван Грозный уехал в Александровскую Слободу, обидевшись, когда узнал, что бояре стучат на царя. А еще я не припомню, чтобы учительница по истории рассказывала нам о том, что Иван Грозный убил многих влиятельных бизнесменов, мешавших ему управлять государством. Или то, что при Иване происходило искоренение инакомыслия путем коррупции. Да уж, нарочно не придумаешь. Екатерине Второй тоже досталось. Оказывается, именно при ней страна покрылась университетами, а сама императрица меняла фаворитов как колготки. Открылись интересные факты о декабристах. Например, то, что самая известная из жен декабристов Анна Ахматова. И она оставила воспоминания в стихах о поездке в Сибирь на каторгу в гости к мужу. А это просто блестящая цитата. Жена декабриста следовала за своим мужем в Сибирь, продолжая с ним супружескую связь. Без комментариев. Что ж, подбираемся к советской истории. Цитата. До коллективизации голодали поодиночке, после коллективизации голодали все вместе. Этот перл особенно понравился автору блога. Но, по-моему, следующий ничуть не хуже. В 40-м году по поручению Хрущева был убит троски ледоколом в Мексике. Да, такие вот загадки таит история, друзья. А этот перл можно смело отливать в граните. Мы с СССР. Те, кто не отправлялся в тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправлялись в менее тяжелые пионерские лагеря. По-моему, гениально. Очень вам советую найти эту страничку в живом журнале. Поверьте, там еще много всего интересного. Да, кстати, впереди ЕГЭ по литературе. Куда занесет нелегкая князя Мышкина? Какие еще неизвестные факты таит биография няни Александра Сергеевича? Узнаем совсем скоро. 16 июня. В Тюмени создается портал export.to.ru. Здесь предполагается собирать информацию об экспортных компаниях региона и инвестиционных проектах, имеющих потенциал, передает интернет-газета вслух.ru. На портале предусмотрены такие разделы, как новости, каталог экспортной продукции и карты экспортеров. Пока карта находится в стадии пополнения, как и весь сайт. В дальнейшем она будет показывать действующих и потенциальных экспортеров по муниципальным образованиям. В разделе «Приоритет на отрасли» будет размещаться информация о проектах, нуждающихся в инвестициях. Также на сайте даются советы, как составить резюме проекта. Ведь зачастую предпринимателям элементарно не хватает знаний. В будущем сайт планируется перевести и на английский язык. Продолжение следует... Я тебе говорю, что поворотник показывает, у него обзора нет.